Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о пустых баночках. Мы скоро переезжаем, скоро надо паковаться. У меня уже накопилась гора банок. Что-то даже закончилось уже давно. В общем, копится, копится, копится. Нужно уже это выкинуть. Поэтому я сегодня вам покажу мои пустые баночки. Вот в таком мешочке я их храню и буду доставать просто хаотично, без разбора и говорить. Говорить все на чистоту. Итак, Кларан шампунь. Я его уже показывала. Это еще один. Мне он очень нравится. Мне он нравится, он хорош. Знаете, у меня волосы быстро жирнятся, и вот с ним реально можно три дня не мыть голову. Это для меня большой-большой плюс, потому что часто голову мыть тоже, конечно, не хочется. Но вот мне он очень нравится. Вот этот шампунь. Это, по-моему, с крапивой шампунь. Очень крутой. Очень. Вот честно. Говорю вам. Я уже говорила, что мне Кларан нравится марка. Мне нравится у них шампунь с ромашкой. Но с ромашкой не давал такого эффекта вот прям долгой такой свежести, да, волос. Ну, хорош. Закончился овен колд крем для рук. Я про него говорила. Он у меня был в фаворитах. Он классный. Он классный. Он очень хорошо увлажняет кожу рук, питает ее. То есть он нелегкой текстуры. Он достаточно плотный, очень густой. Его достаточно, ну, просто вот чуть-чуть совсем, иначе он будет у вас по рукам скатываться. Великолепный крем. Как я для себя сделала вывод, он будет идеален на зиму, на холода. Ну, и вот так же вот я недавно приехала. У меня руки еще загорелые. Кожа немножко такая сухая. И вот я его доиспользовала именно вот на таких руках после загара. Очень, очень, очень мне понравился. Дальше. Марка Хера. Это корейская люксовая марка считается. Очень такая хорошая у нее, как, ну, отзывание хорошее. У меня были их продукты. Все очень нравилось. У меня закончился их солнцезащитный крем. SPF 50, PA++++. В общем, все очень здорово. Все достойно. Сейчас у меня Anessa. Это японская марка. Мне она нравится больше. Почему? Потому что крем Anessa, он просто прозрачный. В этом же креме было, знаете, он классный, но когда ты хочешь просто вот никакой, чтобы был финиш, тогда он вам не подойдет. Потому что здесь внутри находятся как бы такие частички, он с блестками. Ну, не с такими прям крупными блестками, но есть. И, с одной стороны, это круто, потому что вы можете вообще ничего на свое лицо не наносить, только вот этот крем, и он вам будет давать такое ощущение, как бы, перелива. Такой вот кожа будет переливаться, такой перламутровый блеск. Но, с другой стороны, если вы это не хотите, эффект, то вам, наверное, он не подойдет. Но с задачей с солнцем он справляется просто превосходно. Никогда с ним не сгорела я, никогда-никогда никаких проблем с ним не было. А стойкий, хорошо переносит купание, водные процедуры. Так что подойдет вообще на все случаи жизни. Так, Лоран. Бальзам для волос. Бальзам. Этот бальзам, он такой деликатный. Он подходит даже для молодых волос, как бы для ребенка. Такой бальзам для всей семьи. Мне он, честно говоря, не понравился, но в плане вот средства для детей он вполне себе подходит. У моего сына очень такие светлые волосы, красивые, тонкие. И он ему понравился. Но мои уже волосы возрастные и где-то крашеные. Но он не очень подходит, к сожалению. Но шампунь вот хороший. Но шампунь другой был. Шампунь был с крапивом, а этот, по-моему, этот с овсом. Так, закончилась. Это уже третья баночка. Бранд Элефант. Их витамин С сыворотка. Знаете, и, наверное, я пока повременю покупать четвертую банку. Потому что, ну, не знаю. У меня пошло, видимо, привыкание. У меня стало выделяться очень много кожного жира. То есть у меня кожа и так довольно-таки жирная. То есть она, вот видите, поблескивает. Мне это нравится, когда это натурально. Но когда плюс еще вот с этим кремом, иногда получается перебор. Получается, вот прям, знаете, я трогаю свою кожу, и у меня прям такие жирные руки остаются. Видимо, уже три баночки достаточно. Посмотрим. Может быть, повторю попозже. Но пока не хочу. А так, средство хорошее. Средство хорошее. Средство придает вашему лицу очень хорошее такое сияние. Всегда свежий вид. Всегда... Ну, оно реально улучшает цвет лица. Если вот, например, зимний период вы его будете использовать, я думаю, это хорошо. Будет хороший эффект. Так, филорга закончилась у меня крем для глаз. Time Zero. Вот такой. Ой, нет, это не крем для глаз. Это не крем для глаз, это сыворотка. Сыворотка для лица. Крем для глаз у меня тоже закончился. Это мультикорректор от морщин. Мне он очень понравился. Вот он вот сейчас такой прозрачный, а был, знаете, вот такой спиралькой он закручен. Внутри был крем. Очень легкий, такой как бы полужемчужный, полупрозрачный. Легчайшая текстура вы наносите. Приятный. Приятный. Не хочу сказать, что прям вау-эффект сразу был, как, например, после мезомаски или как после крема для кожи век. Но хорошее средство. Пока по временю покупать, наверное, не буду. А вот мезомаска закончится, куплю. И крем для глаз, наверное, тоже куплю, потому что очень понравилось. Это хорошо, но можно обойтись. Такое, знаете, баловство. Ага. Закончилась у меня Skin Food. Новозеландская маска с грязью. Грязевая маска. Вообще, совершенно не понравилась. Я уже даже ее, честно говоря, мазала на все тело. Ну, знаете, тоже ведь телу нужны маски. Не понравилась. За счет того, что она вся такая фри-фри-фри, органик и так далее, очень пачкается. То есть ее нужно смывать, я не знаю, сколько времени. Потом все равно все полотенце. У нас белые полотенца. Все полотенце вот в этой грязи. Хотя ты вроде уже смыл эту маску. Ну, знаете, когда ты делаешь маску, ты не хочешь после маски мыть лицо каким-то средством для мытья. какой-то пенкой или пудрой и так далее. Мне не очень понравилась. Я не знаю, есть ли она у вас в продаже, и как-то можно ее попробовать или нет. Ну, я бы, наверное, не рекомендовала даже любителям органики. Что-то с ней не то. Что-то с ней не то. Какой-то неправильный у нее, видимо, состав. Очень-очень грязница. Ну, хотя она на грязи, но все равно. Значит так. Умывалка от La Roche Passay Derma Cleanser. Это такой, знаете, толерант. Это такой для минималистов. Клинсер для минималистов, который вообще не очень сильно красится. Ну, я вот, например, в обычной жизни я совершенно не крашусь. Последнее время я даже не делаю тональный крем. Я делаю только праймер. Он с такими частичками светоотражающими и дает такое сияние. И потом уже не делаю никакой тонак. Тонак. Господи. Тональный крем. И вот это мне подходит. Тушь хорошо смывает, если она не водостойкая. Вполне себе неплохо. Я думаю, подойдет также тем, кто, например, куда-то едет в отпуск тоже. Не хочет пользоваться макияжем. Просто смыть вот именно крема с себя, кожный жир тоже подойдет. Очень легкая, очень деликатная. Мне кажется, даже ребенка можно умыть, если будет как бы, будет потребность. Я вообще уже еще один шампунь от Clorane. Я, видимо, забыла, что положила. И положила еще второго. Господи. Голова. Маски. Я люблю иногда делать такие маски. Но, честно говоря, я люблю больше кремовые маски. В этих масках мне порой не нравится вот это ощущение, вот это вот какой-то липкости. Вот эта вот тряпочка такая, она холодная. Не знаю. Но хорошая маска вот эта. Джайджун косметик. Я не знаю, это или китайская, или японская. Одно из двух. А может быть, корейская. Мультивита Тон-Ап маска. То есть, она делает ваш тон лица лучше и питает. С витамином. С витаминовым комплексом. Неплохая, знаете, маска вполне себе сгодится. Можете, если увидите, брать хорошая маска. Потому что большинство этих масок все-таки не дают такого прям эффекта грандиозного. А вот это вот был эффект не грандиозный, но тем не менее был. Приятная, напитанная кожа. И да, свеженькая, свеженькая. Вот. Закончился мой шантыкаль. Шантыкаль тональный крем Future Skin в оттенке Камамайл. Ромашка. Я его просто заобожала, заобожала, заобожала. Но он у меня уже очень давно. Я его себе подарила на день рождения 20 апреля. И вот он у меня закончился как раз перед моей поездкой на Бали. Ну, долго, я считаю. Вот, посмотрите. Там уже кажется, что есть, но нет. Там уже ничего нету. Потрясающий, потрясающий крем. Я не люблю очень плотное покрытие. Я люблю все-таки, когда... Ну, есть у меня прыщ. У кого их нет? Когда вот совсем все замазано, не знаю. Я это как-то не люблю. Я люблю естественность. Конечно, если прям вы такая уставшая вся, и с синяками, там, я не знаю, не выспались. Можно что-то подмазать. Ну, в принципе, для обычной жизни вот это идеально. Это идеальнейший крем. Наиприятнейший в использовании. То есть он сам по себе, как вот... Вот вы его не чувствуете. Вы как будто не накрашены. Но в то же время видно, что у вас, ну, более свежее лицо. Более ровное. Не знаю, девочки, попробуйте. Попробуйте, если любите, ну, как бы такой более-менее естественный финиш, то попробуйте Шантекаль фьючерский. Но у них большая линейка цветов. Я хочу себе купить сейчас. Сейчас я, наверное, уже не буду покупать, потому что я загорелая, когда я уже не крашусь. А куплю, когда уже сойдет загар. Наверное, чуть-чуть потемнее и более в холодный тон. Этот с Камамайл, он уходит в такой теплый. Ну, короче, попробую. Закончился еще один Би-Би, уже минеральный крем. От марки Хера, опять-таки корейской. С SPF 40. В оттенке 23. Тру-Беж. Он у меня закончился буквально на каком-то видео, потому что я его использовала в основном только для видео. Он очень светлый и для моей кожи давал немножко эффект маски. Чуть-чуть, если вот в обычной жизни. При освещении на камеру вполне себе хорошо. Вечером куда-то хорошо. Ну, вот утром, когда вы его наносите, он прям-то прям... Ты чего такая бледная? Вот такой. Но так, в принципе, очень классный крем. Очень хороший. Я люблю корейскую косметику. Я люблю очень марку Хера. Мне они нравятся. Так. У меня тут уже все попадало. Сейчас я вот туда кидаю, на диван. Так, вот, закончился мейкап-ремовер от Джейн Эрдел. Эрдел. Вот такой. Это была такая водичка. Вы ее наносите прям на ватку. Что-то у меня в глаз попало. Наносите на ватку и чик-чик-чик, все. Вы смыли весь макияж. Потрясающе. Очень... Он как бы одобрен всеми дерматологами. Его можно даже... Знаете, девочки, если вы делаете вот эти вот... Наращиваете реснички, его можно использовать даже с этими ресничками. То есть для какой-то аллергичной кожи, которая там не переносит какие-то вот спиртосодержащие или еще что-то. Ну, для чувствительной кожи это просто идеально. Мне он очень понравился. Мне дала его попробовать Яночка, моя подружка. Классный. Мне понравился. Вот прям серьезно. Очень хороший. Это что-то между мицеллярной водой и умыванием. Как бы два в одном. Очень легкое средство и эффективное. Снимает макияж реально. О! Закончилась у меня Аведа. Маска для лица увлажняющая. Вот так она выглядела. Она там, знаете, как гель была. Как, знаете, вот этот гель, который с алоэ. Вы наносите после пляжа, после солнца, чтобы так он вас охлаждал и питал кожу, увлажнял. Вот очень похожее средство. Наносите. Она такой пленкой ложится практически. Ну, вообще ее не видно. Потом смываете. Ну, и реально лицо, да, напитано. Если у вас где-то какие-то шелушки были, какие-то, знаете, зоны. У меня, например, бывает иногда вот здесь зона шелушения, вот здесь зона шелушения. Они сразу убираются после этой маски. Я ее делала где-то два раза в неделю. Ну, можно чаще даже, можно реже. Вообще ее даже можно, мне кажется, каждый день. Она потому что такая вообще. Никакая. Такой хороший гель, но очень-очень сильно увлажняющий. Хороший. Правда. Закончилась у меня... Это уже умывалка. От марки Suisse. Знаете, наверное, их витамины. У меня до этого была умывалка их. Ну, неплохая, знаете. Они не очень дорогие. Ну, и расход у них колоссальный. Поэтому, я не знаю, лучше купить умывалку подороже, но такую проверенную, которой нужно чуть-чуть, чтобы умыть все лицо, чем вот это. Вроде кажется, большой тюбик, но он заканчивается просто вот. Раз, два, три, и все, и нет у него. Она какая-то такая жидкая. Не знаю. Если, знаете, вот прям совсем нечего будет купить, я куплю еще раз. Почему нет? Ну, так лучше чуть-чуть доплатить и купить уже что-то такое получше. Татча. Я показываю, потому что у меня вот уже буквально осталось. Я ее брала на Бали. Это Dewy Skin Mist. Это моя любовь. Это моя любовь. Я его обожаю. И куплю себе еще. Вот прям вот обязательно куплю. Что он дает? Вот вы его встряхиваете, и он дает вашей коже сияние и свечение, и такой, знаете, лоск. Сейчас я вам покажу. И пахнет прекрасно. Вот. Видите? И оно это не уходит. Так, сейчас я тут. Этот эффект не уходит. Вот он, знаете, он и не маслянистый. Он какой-то вот, ну, как будто вы с таким прозрачным хайлайтером, что ли. Я не знаю. Очень люблю, очень люблю ее. Увлажняет. Можно наносить на макияж. Можно наносить ее уже просто как тоник, когда вы умыли лицо после рабочего дня. Умыли, сняли весь макияж. Кремом намазались. Можно сверху. Можно до крема как тоник распределить, как дополнительное такое увлажнение. Ну, классно. Классно ее хорошо, видите, и на макияже, и когда совсем макияжа нету, она тоже очень красиво смотрится. Закончились у меня румяна Байтери. Вот эти, как они называются-то? Cellular Rose Blush Glaze. У меня был Frozen Petal номер третий. Сейчас покажу вам. Мне понравились эти румяна, но, видимо, у них... Их нужно очень быстро использовать. А за счет того, что у меня дофига румян других, они у меня стали подсыхать. Они у меня стали, к сожалению, подсыхать. Что-то у меня тут... Они у меня стали, к сожалению, подсыхать, поэтому я вот быстро-быстро-быстро их домазывала. Но у них есть один минус. Если у вас какие-то покраснения, шелушения, неровности на коже, то эти румяна их только подчеркнут. Поэтому обязательно пробуйте в магазине. У меня ничего такого не было, но лучше пробовать. Доктор Джарт. Это Transform Glade. Это такие... У меня были три тюбика, разные глины, разного цвета. Это у меня осталось белое, остальные все у меня мама забрала. Ей очень понравилось. Это такие маски, которые можно наносить как маску. Можно наносить как маску на макияж, потом смывать все это вместе с макияжем. Очень круто. Очень круто, знаете... Ну, такая инновация. Доктор Джарт вообще прикольный. Мне нравится. Кейт Саммервилл Exfoliate. Вот такая у меня была маленькая штучка. Это там, знаете, с тыквой Exfoliation вы делаете такой легкий. Два раза в неделю делаешь. Мне очень нравилось. И я даже хотела купить большой. И вот на... Это, по-моему, у меня второй пробник мне дали в подарочной коробочке. И на втором пробнике у меня что-то пошла какая-то сыпь и раздражение. Передумала. Не буду покупать большой. Не буду. Значит так. Во. Закончились. Два крема Lala Retro от Drunk Elephant. У меня муж на них подсел. Ему они очень понравились. Поэтому закончились они стремительно. Вот так вот там все это выглядит. Ничего нету внутри. Обидно. Не то, что обидно. Я понимаю, что это классная упаковка, что не пропускается воздух и так далее. Но ты реально не знаешь никогда, сколько у тебя крема остается. И всегда такой сюрприз, когда он заканчивается и... А больше нету. Надо бежать или покупать новый такой же. Он достаточно дорогой. Или покупать какую-то другую альтернативу. Очень хороший крем. Очень хороший. Он вам не уберет морщины. Он вам, не знаю, не подтянет кожу. Не сделает какую-то круговую подтяжку. Да. Он просто офигенный, комфортный, приятный, нежнейший, ароматнейший. Какой-то вот, ну, обалденный крем. Вот честно, у меня муж говорит, вот самый любимый крем. А он такой привередливый. Вы знаете, да, мужчины? Тут, чтобы крем понравился. Ну, правда, очень хороший крем. Если просто любите вот комфортное ощущение на коже, берите. А гидроинтенсивный увлажняющий такой гель тоже от Drunk Elephant закончился. Он очень классный. Я, наверное, куплю его опять себе, вот когда начнется у нас жара. Да, он идеальный. Он идеальный, он работает вообще с любыми кремами, с любыми текстурами. Очень легкий, быстро впитывается, скользит по коже. Хороший, очень хороший. Закончился у меня вот этот вот Frank Body. Я не знаю, продается в России или нет, но, наверное, Sephora уже открылась в Москве. Должна продаваться. Это такой скраб с кокосом, с кофе и так далее. Я понимаю, реально этот скраб самим можно сделать на раз, два, три. Ну, недорого стоит эта штучка. И такая приятная вообще эмоция испытываешь, когда вы делаете этот скраб. Он органический. Там кофе, кокос, какие-то чуть-чуть масла. Хорошо пахнет, кожа потом просто сияет, гладкая, такая переливчатая. Потому что там масла, я уже сказала. Хорошо. Хорошо. Прям пять им даю. А Urban Decay у меня закончился вот этот вот их мист знаменитый. Ну, ничего, ничего. Ну, вот после тача, после миста тача, не знаю, остальные мисты, мне кажется, не мячу. Ага, еще одна сыворотка. Видите, у меня реально склероз. Потому что я кладу два крема, три крема. Вот, вот. Еще одна сыворотка. Не буду пока больше повторять, не буду. Филорго крем для глаз как раз. Вот этот, который у меня закончится. Его бы я повторила. Вот он реально, он убирает у меня мешки. Я когда утром просыпаюсь, я очень часто у меня вот такие вот прям мешки бывают. И сверху, и снизу. Убирает. Убирает какие-то, ну, при пухлости мешки. Черных кругов у меня темных особенно нет. Поэтому мне сложно судить. Ну, вот мешочки убирает, разглаживает, разглаживает кожу под глазами, вокруг глаз. Очень приятно потом на него наносить тональное какое-то средство, если вы хотите. Корректор или еще что-то. Хороший. Вот прям хороший. Мне он понравился. Говорю прям от души. Так, дубль. Еще одна маска. Потом маска вот Холика Холика. After taking a trip. После, типа, путешествия. Не знаю. Я не спец по вот этим вот маскам, тряпочкам. Дальше у меня пойдет декоративная косметика и ароматы. Давайте декоративная косметика. Три туши для ресниц. Моя любимейшая Шанель для объема. Ну, это вот мой фаворит. Бесспорный. Уже много лет. Сейчас хочу попробовать новинку в таком вот ребристом флаконе. В флаконе. Пузырьке. Господи, что это? Вот хочу попробовать. Думаю, понравится. Тушь от Urban Decay. Совершенно мне не понравилась. Вот, ну, абсолютно. Ну, вот категорически она у меня опадала. Она, ну, просто делала за меня панду. Вот я выхожу из дома. Проходит минут 40. Я сижу на работе. И я уже панда. Вообще не мое. То же самое могу сказать от Paradise. От L'Oreal. Таль, вплоть до покраснений глаз, очень сильно сыпется. Очень сильно сыпется. Не знаю. Не понравилось. А, ну, собственно, все из декоративной косметики. Ароматы. У меня закончилась цыганская вода. Вот эта вот маленькая. Прекрасный. Прекрасный аромат. Я уже говорила, он мне напоминает аромат Hygge. Hygge для меня, вот, ну, Hygge, вот это направление. Уют, спокойствие, умиротворение. И вот какой-то, вы знаете, ну, все в одном. Когда тебе просто хорошо. Не важно, где ты дома, Hygge делаешь или где ты на работе. Захотел Hygge. Вот для меня джипсиота была вот такой Hygge. Вот прям сейчас нюхаю. Хочу, хочу, хочу опять. Такой интересный древесный запах. Необычный. Мне он очень нравится. Закончилась у меня Juliette Hazegan MMMM. Вот такая вот пробирка, ручка, как они называются, с пульверизатором. Классный аромат таких суперсовременных навороченных пирожных, которые делают, знаете, каким-то таким молекулярным способом. Таким. Необычно. Это вам не просто эклеры. Это вам что-то уже другое. Хороший. Хороший, сладкий, очень стойкий, шлейфовый. Приятный аромат. Закончился, ну, прям вот чуть-чуть на донышке. Flagrant Delice от Terry de Gunsburg. Вот не знаю, буду ли покупать еще или не буду. Всегда думала, что буду его брать. Ну, посмотрим, доживем до лета. Приятнейший инжир. Кремовый, миндальный, молочный. Вот ласкающий ваше обоняние, ласкающий вашу кожу. Ну, просто очень такой, скажу еще раз, ласковый парфюм. Хороший. И вот тут у меня пробирка. Я еще не знала тогда, что куплю 50 миллилитров. Кинула ее. Дрис Ван Ноттен для Фредерик Маль. Вот есть миллилитров, которые у меня тогда закончились. И на этом все. Много, много у меня получилось баночек. И, господи, надо было проверить дубли. Господи, зачем я их положила? Ну, пардон. Ну, пользуюсь. Пользуюсь. Все, будем ждать новых баночек. Буду заканчивать то, что есть. Обязательно всем поделюсь с вами, что понравилось, что нет. На этом все. С вами была Аленка Блок. Очень долгое видео. Вы меня, пардон, простите. Пока.